Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Всем привет. Меня зовут Алексей Лукацкий. У меня в гостях Маша Сегаева. Это свежевыжатый подкаст. И сегодня мы поговорим о роли человеков в деятельности СОКа. Маша, привет. Привет. Собственно, вопрос достаточно такой. И будет много вопросов, связанных с людьми, потому что почему-то на большинстве сокфорумов в основном мы говорим про технологии, мы говорим про КИИ, мы говорим про процессы, про регуляторику. И почти не уделяем внимания людям, которые составляют ядро и сердце любого центра мониторинга. Собственно, почему у нас такой перекос в технологии? Наверное, сложно говорить о больном. Технологии – вещь управляемая, их можно, так скажем, образмерить, рассуждая о них. Их можно внедрять, их можно менять. С людьми намного сложнее люди, самая непросчитываемая система. И для большинства наших компаний, наверное, для всех это действительно самый больной вопрос. Говорить о том, что у тебя болит, надо, наверное, всем хочется, с каким-то подходом, который приведёт к получению решения, хотя бы намёток на это решение. Когда мы просто обсуждаем ситуацию, она, наверное, уже не один раз была обсуждена, как в рамках мероприятий, так и в рамках какого-то нашего общения вне этих мероприятий. Хотелось бы уже движения. Ну, какое может быть движение, вот когда, собственно, СОК создаёт, закупают кучу всего, пытаются выстраивать процессы, пишут там плейбуки, и, может быть, даже харят очень классных специалистов, и дальше некий вакуум. То есть, вот что надо делать, грубо говоря, руководителю СОК или руководителю НАТ, руководителям СОКа, чтобы его люди не разбежались? Потому что там есть определённая статистика, что как минимум в Европе текучка кадров СОКи как минимум на первой линии, может быть, даже на второй, 90% за год. То есть, это означает, что СОК у нас за год, по сути, обновляется целиком. То есть, здесь, видимо, какая-то проблема, если человек уходит через год на новое место. Вот в чём видится роль, наверное, руководителя СОКа, чтобы не только тратить деньги на всякие прикольные штучки, технологии и так далее, не только ездить по конференциям, но и, собственно, поддерживать людей. Лёш, ну, СОКи разные, во-первых. Всё-таки, если мы говорим о больших коммерческих МССП, где действительно большая нагрузка у первой линии, которая вынуждена пропускать через себя огромное количество инцидентов, и довольно быстро происходит эффект выгорания. Редко, наверное, когда у ребят есть возможность быстро расти, как профессионально, так и тем более карьерно. Там оборот человеческого ресурса составляет, ну, там, 90% для России. У нас немножечко другая ситуация, но он действительно довольно высок. Если же мы говорим о СОКах внутренних, я думаю, что здесь больше возможностей для руководителя СОКа управлять ситуацией, поскольку у него всё-таки штучные сотрудники, и даже первая линия, там, ну, 6, 7, там, 10 человек, их можно охватить своим вниманием более детально, и можно создать для них условия, в которых они будут составлять, составлять, там, начиная с первой линии, определённый костяк, который будет подрастать, будет готовить себе замену, и будет, соответственно, внутри компании мигрировать, а не уходить вовне. Ну, а какие-то шаги-то могут быть? То есть, понятно, что можно, то есть, это, там, кактус на монитор поставить, или, там, комнату отдыха сделать, чтобы люди отдыхали, хотя, там, вполне логичный вопрос от работодателя. Я плачу людям, чтобы они работали, а не чтобы они отдыхали. Там, не знаю, отправлять людей на конференции, на какой-нибудь, там, сансовский сок-саммит, или, если это региональный сок, то на московский сок-форум, или, не знаю, там, отправлять на обучение, там, санс, соковский аналитик, там, 5 курсов по 6 тысяч долларов, 30 тысяч, в него вложили, и человек должен быть лоялен, и держаться за эту работу годами. Вот какие шаги, там, предпринять, чтобы человек не убежал через, там, 6 месяцев, через год? С одной стороны, всё, что ты говоришь, действительно, составляет, там, пул некоторых методов, да, которым можно повлиять на человека и его лояльность компании. С другой стороны, я, например, всегда всё-таки придерживалась принципа, что люди для людей, а не тренинги, не какие-то ещё плюшки вот такого вот формата. Поэтому, на мой взгляд, тут перед руководителем первой линии или перед руководителем СОК, в зависимости от, там, уже количество сотрудников в СОКе, стоит достаточно серьёзная задача собственного вовлечения. Надо действительно работать с этими людьми, быть в них заинтересованным как человек. И эту человеческую взаимосвязь им показывать. Показывать, что они небезразличные, что ты понимаешь их проблемы, что, да, действительно, у них очень сложная задача с точки зрения, ну, не знаю, их как бы нагрузки, которую они ежедневно там тащат, да, ответственность большая. И вот сопереживание, может быть, которое тоже, в общем, важно показывать, даст тоже определённый эффект. Да, понятно, что при таком раскладе та же комната отдыха, которую ты там им поставишь, или, я не знаю, если у компании есть возможность, как делают в колл-центрах, например, да, нанимать психолога для разгрузки сотрудников, давать возможность, там, регулярно прям делать передышки для того, чтобы, там, пойти позаниматься какой-то физической активностью, там, не знаю, турник, там, ещё что-то. Вот, может быть, это будет воспринято людьми более лояльно и с большей благодарностью, чем просто, ну, выданные им какие-то по расписанию, там, не знаю, 15 минут, каждые, там, полтора часа. Если это будет, вот, понятно, что о нас действительно заботятся, к этому есть ещё определённый эмоциональный аспект. А есть соки, где есть психолог в России? Ну, у нас, в принципе, сейчас пока официально, она, насколько я понимаю, нигде не... Ну, хотя нет, уже есть какие-то компании, где приземляют таких официальных людей. А у нас в своё время эту роль выполняли, ну, в общем, наверное, конечно, непрофессионально, но, тем не менее, и чары, и руководители. Делали именно так. Хорошо, но это ведь тогда вот это сопереживание со стороны начальника, оно возникает, когда человек работает, а когда он, там, собеседуется или, наоборот, ищет работодатель, он же заранее не может сказать, будет ли ему начальник переживать, сопереживать, или, наоборот, он будет его, там, драть в хостегриву, чтобы он свои, там, 8-12 часов сидел в смену, пялился в монитор и больше ничего не делал. Вот как завлечь аналитика заранее, там, по описанию вакансии, там, на сайте, может быть, раздел для будущих работников и так далее? Ну, во-первых, ты сам прекрасно знаешь, какой у нас узкий, на самом деле, профессиональный рынок. И люди, которые работают в ВБ-компаниях, и те, которые входят в круг профессиональных уже специалистов в информационной безопасности, я имею в виду, там, вчерашних студентов, которые, например, сейчас, там, ищут работу, они совершенно неограничены в этой информации, они прекрасно могут, там, переговорить со своими коллегами, будущими коллегами или, там, не знаю, бывшими сокурсниками, которые уже работают в этом СОКе, и получить вообще всю подноготку. Кто там, какой начальник, какая корпокультура, если они такие слова знают, да, ну, или, во всяком случае, как, в принципе, там, живёт, платят деньги, не платят деньги, как с переработками, там, отпускают в отпуск, дают ли учиться, ну, то есть, в общем, всё, можно вытрясти, сейчас для этого не нужно, там, каких-то сверхзнаний и сверхсвязей. Ну, это мы говорим всё-таки о людях, которые живут там в одной локации, и учились в этой локации, там же ищут работу, сейчас там в чатиках, в различных, постоянно идёт, там, я там живу где-то в каком-нибудь, ну, условно, да, из Короле, или там в Хабаровске, или там в Новосибирске, хочу перебраться в Москву. Вот что, куда, где я могу приложить свои силы? У него нет контактов, ну, практически, наверное, нет контактов, он не может понять, стоит ли ему идти, там, в MSSP, либо какой-нибудь инхаус, сок в крупную, там, промышленную или финансовую компанию, вот, извне. А ты сейчас, честно говоря, какого-то прям просто, какой-то образ создаёшь человеку, который настолько далёк от современного диджитал мира, что... Не, почему далёк? Ну, вот я просто вижу, люди пишут в чатиках, типа, хочу перебраться в Москву, куда податься. То есть у человека, видимо, круг был свой, достаточно такой локализованный, а Москва для него – это вот нечто там такое, непонятное, огромное, совершенно другой ритм, другие зарплаты. Смотри, ты же сам вот только что привёл пример, в котором очень понятный путь человека избрал. Он пришёл в профильный чатик, в этом профильном чатике спросил, да, какие-то люди дадут ему... И никто ему не скажет. Ну, да ладно, никто не скажет. Публично никто не признается. Ещё и начнут затаскивать к себе, учитывая наш кадровый горл, приходи к нам, нам тебе надо, срочно, давай. Ну, я, честно говоря, считаю, что в нынешней ситуации, во всяком случае, у меня довольно много знакомых наших, общих знакомых, которые перебирались из разных городов в Москву или там не в Москву, а куда-то дальше, которые прекрасно находили информацию о том, как устроена жизнь в тех компаниях, в которые они либо планируют сходить, их зовут на собеседование, либо, соответственно, там, которые им интересны. Сейчас очень распространена ситуация, это она выгодна и работодателю, насколько я понимаю, да, когда человеку, в принципе, предлагают не переезжать, его оставляют на том месте, где он привык жить, и там как-то выдают ему круг задач и ещё и зарплату на московские деньги. Вот, и, в общем, это, может быть, определённым образом снимают у многих опасения, приживусь, не приживусь, город другой совсем, там, культура другая, так что сейчас, мне кажется, пути решения этих вопросов для человека очень много. Да, было бы желание. А куда вот студенту или там выпускнику лучше подаваться с точки зрения там работы в том же соке? Это аутсорсер, у которого куча задач, разных совершенно, может быть, или это инхаус, у которого там достаточно всё сфокусировано, но, может быть, и есть какие-то иные плюшки, ради которых человек пойдёт в инхаус. Знаешь, наверное, я здесь, отвечая на твой вопрос, зайду с разных сторон. Я, когда приходила в HR, я искала, где получить максимум опыта. И для меня важным было это, в первую очередь, получить правильное обучение. То есть я хотела попасть в компанию, где были правильные методики, где была возможность посмотреть на старших и опытных людей, где была бы возможность посмотреть на разных заказчиков, соответственно, потому что это разные тоже структуры, разные запросы. Ровно аналогичным образом действует сейчас моя старшая дочь, которая графический дизайнер, и ей интересно настолько много сейчас разных стилей попробовать, что приходить в одну компанию, садиться на какие-то одни задачи в одном формате брендбука, ей просто неинтересно. И я, и она, мы пошли работать в агентство. Ну, это так называется, кадровое агентство, либо креативное агентство. Отчасти мы с ССП можно сравнить в этом подходе ровно с агентством. То есть ты туда приходишь, у тебя есть возможность... Во-первых, понятно, что они не могут жить без методик, они не могут жить без технологий, они не могут жить без обучения людей. И в данном случае у человека есть возможность как раз попробовать всё и посмотреть на разных заказчиков, посмотреть на то, на что он способен в рамках этих задач, и принять всё в течение года-полутора решений моё-не моё, остаюсь-не остаюсь. Дальше вариантов много. Его с удовольствием возьмут работать и внутрь какой-либо компании, он может остаться в рамках той компании, куда он вышел, он может расти дальше. То есть, ну, в общем, достаточно. Ну вот, интересно. Я бы рекомендовала идти всё-таки вот в широту сначала, прежде чем идти вглубь. Да. Хорошо. Но вот если вернуться к теме удержания как бы сотрудников, то, наверное, для начинающего сотрудника, который только пришёл, для него там одни какие-то методы удержания, его как аналитика. Причём, если он работает на L1, у него достаточно рутинные задачи, там, делай раз, два, три, и так из дня в день, из часа в час и так далее. Там, если этот человек работает на L2, то и на L3, а то и, может быть, занимается там средхантингом, то у него более творческие задачи, его, может быть, надо заинтересовывать чем-то, удерживать чем-то другим. А там, одному вот надо вовлечённость начальника, и это, наверное, для всех надо, но для кому-то больше, кому-то меньше. Кому-то нужны какие-то иные плюшки, которые его заставят держаться, а не поработав год, сваливать в другой, потому что там ему предложили в два конца зарплату, или потому что там новые технологии, там он может себя показать, а для, собственно, бывшего работодателя это проблема, это же надо закрывать вакансию, там, три месяца, хорошо, если он её закроет, а если нет, полгода она простаивает, и такой цикл постоянный там. Для работника это, может, прикольно, что он там научился, здесь научился, везде набрался, а для работодателя это как бы постоянно поиск новых сотрудников, круг которых не очень большой, даже если набирать студентов. Ну, правильно построенная возгонка экспертизы даёт возможность у тебя, в принципе, во-первых, с одной стороны, замещать ставки, которые открываются на L2, L3, а с другой стороны, даёт возможность разгружать L2, L3 за счёт снятия с них рутинных задач. Эти рутинные для них задачи, для ребят на первой линии при наличии так называемого бади, который их ведёт, наставника, ментора, не знаю, как, не назови, даёт им возможность действительно понимать, что у них есть шанс подрасти, шанс доучиться, а не всю жизнь там сидеть, собственно говоря, шестируким пялится в монитор. Вот, на первой линии. Поэтому, если так вот говорить, да, то, как бы, мне кажется, что здесь вариант для первой линии хорош будет вариант с точки зрения разгрузки это всё-таки задуматься о серьёзной автоматизации, да, того, чем они делают, чтобы у них освобождалось время на решение каких-то более, так скажем, содержательных задач. Вот. Для второй, для третьей, в зависимости от того, как человек сам себя видит, для кого-то это работа вот с людьми, да, подращивание, там, смены, из этих людей дальше вырастают, там, тимлиды. Для кого-то это экспертиза, и это, соответственно, уход вглубь каких-то конкретных технологий, и там дальше человек будет специализироваться. Нет универсального рецепта, опять же, возвращаясь к тем же словам, люди для людей. Вот. И тут скорее должна быть, наверное, некая открытость работодателя, то есть он должен быть готов к тому, что придётся постоянно приглядывать, постоянно менять структуру, ну, не структуру, так скажем, капитально, да, а структуру взаимодействия, структуру задач этих людей, давать им возможность попробовать себя в разных ипостасях, давать им возможность выходить, может быть, вовне на выступления, быть экспертом, быть евангелистом. Но при этом на самом деле в моих диалогах с руководителями я всегда старалась до них донести там следующую мысль, что от вас всегда кто-то будет уходить. Ну, невозможно удержать человека, у нас там рабовладение давно как-то запретили, может быть, не все этим рады. К сожалению, для кого-то, да? Да, но тем не менее. Поэтому, да, всегда будут люди, которые уйдут. И это неплохо. Во-первых, вы позовёте кого-то нового, и это будут новые люди с новыми идеями, с новыми посылами, возможно, они привнесут что-то экстраординарно интересное вам. Во-вторых, у вас есть возможность отправить ваших бывших коллег работать в ваших заказчиков, или там они сделают какой-то свой бизнес, или даже они уйдут конкурентам, может быть, что там не все, конечно, любят, но тем не менее. В любом случае у вас будет шириться сеть ваших контактов, вашего профессионального взаимодействия, вы будете обмениваться идеями, и вы будете встречаться на мероприятиях, на тех же, да, у вас будет возможность развиваться иным путём, чем там просто обучение, не знаю, или чтение каких-то статей, посещение конференций. Такие вот связи, они очень важны. А вот ты упомянула менторинг, это вообще популярная тема? Вообще популярная тема, да. Популярная, да? Мне кажется, что в тех компаниях, в которых есть необходимость такого вот регулярного подращивания подрастающего поколения, да, это прям история очень важная. А вот что делать руководителю, который, он либо интроверт, который вот был когда-то, может быть, тем же самым аналитиком, его подняли до начальника СОКа, либо он привык вырабатывать командный голос, там, человек бывший в погонах, а может быть, и не бывший, а действующий, понятное дело, что он не будет вовлекаться, ну, в массе своей, в жизнь своих подчинённых. В первом случае не будет, потому что это претит всего его организма, во втором случае потому что он привык давать команды, указания, приказы, а не там разбираться, почему человек пришёл весь опущенный, там, или опоздал, и так далее, и так далее. Вот что делать в этом случае? Можно ли заменить вот эту вовлечённость в жизнь сотрудников чем-то другим, каким-то, я не знаю. Ну, вот ты упомянула отправку людей на мероприятия, наверное, хорошая тема, хотя не все руководители любят отправлять подчинённых публично выступать, потому что либо что-то ляпнут не то, раскроют секреты, либо будут думать, что их подсиживают, вот, и нельзя давать людям показывать себя. Вот чем вот в таких случаях заинтересовывать? Ну, смотри, давай, наверное, у тебя просто получилось сразу несколько вопросов в рамках одного как бы спича. если мы говорим про такого руководителя, если мы не берём в расчёт, что это вот совсем какой-то, не знаю, человек, который не понимает, насколько от команды зависит, собственно говоря, результат деятельности его подразделения, а есть просто его личные ограничения, которые он тоже осознаёт, как мешающие в некоторых вопросах, то, наверное, этот вопрос можно решать, можно это решить благодаря тому, что в команде появится, например, человек, которого он специально возьмёт на работу, который будет работать с людьми, и основное, это чтобы между ними возникло доверие, между этим руководителем и вот этим вот человеком. Зам ли он будет, темлит ли он будет, ещё в какой-то он роли будет выступать, в данном случае непринципиально. Самое главное, чтобы был человек, который разумно мог бы брать на себя определённое количество коммуникаций с сотрудниками. Если это человек, как ты говоришь, бывший военный, например, ну, чаще всего на моей практике руководители с таким складом характера подбирают себе людей из военных структур, и в принципе они довольно неплохо друг с другом работают, притираются, и нету такого, чтобы люди не понимали его как руководителя, особенно, если при всём при этом человек профессионал. Ну, ты же молодого аналитика не найдёшь, который, скорее всего, служил. Найдёшь. Ну, после вуза он вряд ли служил. Академии у нас с тобой есть разные прекрасные. У нас есть научные роты, откуда выходят ребята с тоже как бы правильным бэкграундом, да, и при этом привычные к определённому стилю управления. И, в общем, это их не смущает, и они вполне составляют отличные команды и проявляют себя лучшим образом. Поэтому это так... Тут скорее можно быть человеком жёстким, да, в определённых рамках, но при этом быть на самом деле внимательным и нацеленным на создание команды, нацеленным на работу с людьми. Это, на мой взгляд, разные вещи. Вот. Если говорить про то, чем можно мотивировать, ну, там, конференции, выступления и прочее, всё очень индивидуально. Настолько индивидуально, что вот прям нету одного готового рецепта. Всё, что мы с тобой сейчас перечислили, да, это, наверное, такая стандартная какая-то банальная история, да, которую, ну, там, каждая компания, у которой есть возможности и желания, а сейчас, мне кажется, на ИБ-рынке все такие, да, предлагает своим сотрудникам где-то поучиться, выступить, написать статью, да, там, поработать с каким-то новым сотрудником в качестве такого вот ментора, решать новые задачи, придумать, может быть, какое-то новое направление, если там человек готов прийти и принести какую-то идею. Вот, как бы, неисчерпаемо. Вплоть до того, что есть люди, которые держатся в компаниях за счёт того, что им разрешили, например, создать, я не знаю, музыкальную группу, и они счастливы и довольны, что компания там в этом месте их вот выставляет как там фронтмена на каких-то мероприятиях, и они там играют все. Я говорю, почему нет? Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на СОК-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте сокдефисфорум.ру Количество мест ограничено. Я раньше на каких-то всяких мероприятиях слышал, что для России средний уровень ротации ежегодно и нормально это 15%. Плюс-минус. Вот для мониторинга соков вообще безопасности на какой уровень, например, руководитель должен ориентироваться, чтобы понять, что он примерно в струе, либо у него начались проблемы, и народ от него валит достаточно активно. Ты имеешь в виду 15% как в ИБ или вообще средняя температура? Средняя, я не знаю, есть ли цифры по ИБ такие, я слышал среднюю по компаниям российским. Если говорить про эти рынок, то в интеграторах исторически высокая текучка. Там, сам понимаешь, суть бизнеса такова, что реализация проектов в кратчайшие сроки, огромная нагрузка на, наверное, такой младший и часть среднего менеджмента, и поэтому получается, что там ротация высокая. Но с другой стороны, ребята, которые проработали в интеграторе, они выходят с достаточно серьезным бэкграундом и, в общем, обычно с хорошей школой их с удовольствием дальше куда-то забирают. Если мы говорим о компаниях заказчиков, наверное, в ИБ, где там, не знаю, очень небольшие команды обычно, мне кажется, потеря каждого человека, может быть, там текучка по всей компании и 3%, но если из ИБ выходят люди, то это просто болезненное место, потому что их там было 5 человек, один ушел, и потери уже составили 20%, а никак не 10, не 15. Ну вот, поэтому... Ну, для МССП, например, провайдера. Да, ну, смотри, у нас все-таки исторический опыт по МССП пока небольшой в стране. Ну, сколько там у нас на рынке существуют наши вот такие вот большие коммерческие соки? Ну, там я не знаю. Ну, большие или вообще существующие соки коммерческие? Больших-то, наверное, ну, 5-7. Ну, лет 7, да. Ну, вот как бы... Всего, ну, наверное, десятка-два наберется. Да, говорить о том, что это уже какая-то сложившаяся практика, например, что там текучка, не знаю, 25% соки это норма, а там, не знаю, 30% это не норма, такого нет. При этом, опять же, мы должны все-таки смотреть не только на числовые показатели, но и на то, как структурно распределяется эта текучка. Если эта текучка первой линии у нас есть какой-то источник сорса, там, не знаю, взаимодействие с лузами на регулярной основе, какие-то свои собственные программы обучения, откуда мы берем новых сотрудников, да, то, в общем, может быть, мы и... И фикснее. Ну, как бы, да, условно, мы умеем быстро... Тут еще важный момент, да, быстро взять, быстро встроить, так, чтобы он начал быстро работать. Вот. Если же мы понимаем, что у нас идет текучка в каком-то, например, одном подразделении или в какой-то одной тематике, да, то тогда надо разбираться детально. Может быть, руководитель, который не умеет работать с людьми, и они уходят из-под него. Может быть, рыночное влияние, мы отстали, не понимаем, что предлагает рынок, не соответствуем в деньгах, не соответствуем в задачах, да. Может быть, мы используем устаревшие технологии, которые неинтересны, не даем возможность там по каким-то причинам, один заказчик у нас или два, да, на каких-то старых технологиях никому неинтересны, все, естественно, хотят куда-то, где более что-то новое. Ну, вот. То есть, тут надо смотреть в разрезах, не только в, так скажем, числовом эквиваленте, но и в качественном. А есть какие-нибудь триггеры, на которые надо обращать внимание руководителю СОКО, что у него могут начаться проблемы с людьми? Могут начаться проблемы? Ну, вот популярная тема. Давайте поставим DLP, будем смотреть, кто ходит на HitHunter или на SuperJobs, и по количеству заходов в течение недели мы поймем, человек случайно туда зашел, или он реально каждый день с утра смотрит вакансии. Ну, это очевидная какая-то вещь. Может быть, есть что-то другое, что вот именно предвосхищает заход человека на HitHunter. Я бы, наверное, говорила о другом. Я бы, наверное, говорила, ну, во-первых, все-таки, да, СОК работает с заказчиком через соблюдение slave. Это если МССП-шный. Да, МССП-шный. Если мы видим, что у нас идет как-то падение, снижение, да, то я бы смотрела внимательно, почему это происходит. Это может быть один из звонков как раз выгорания сотрудников, да. Если это, например, внутренний СОК, то стремление людей взять на себя новые задачи, то есть вот такое вот скорее то, что должно быть у любого профессионала, который хочет расти и развиваться, да, это желание попробовать что-то новое, да, я не знаю, может быть, помочь коллеге, да, если видно, что коллега перегружен. Вот если уровень вот этого, вот это, ну, так скажем, чашскими словами вовлеченности падает, да, по-человечески, если там командной деятельности и профессионального желания развиваться падает, то я бы, наверное, говорила о том, что человек чем-то ну, либо недоволен, либо у него есть какие-то внутренние переживания, которые его сейчас заставляют не смотреть в сторону его там работодателя, смотреть куда-то в другое место. На самом деле, это не всегда связано с тем, что он хочет именить работу, иногда там личные какие-то переживания влияют примерно так же. Не, мы опять возвращаемся к вовлеченности руководителя в жизнь сотрудников. Отец родной и так далее. В данном случае мы можем попробовать это делать, конечно, там, с помощью какой-то автоматизации, да, и, наверное, это правильно, если у тебя количество сотрудников, там, я не знаю, 400-500 человек, да, то, конечно, там, какую-то автоматизацию имеет смысл вести и через нее смотреть. Ну, если там это 5-10 человек, то это проще в глаза каждому очень. Вот, если мы говорим, вот как ты привел пример с DLP, я вообще слабо верю в подобные методы, потому что, ну, опять же, у нас люди грамотные, в ЭБ приходят умные, ну, ЭБшники прекрасно знают, что такое DLP. Они очень быстро обнаруживают у себя агент, стоящий на машине, да, и, как бы, посмотреть, что HeadHunter, что какие-то иные сайты, можно из дома, ну, в общем, никто дразнит гусей, надо быть совсем, наверное, дурачком, чтобы, в общем... Либо, наоборот, специально подать сигнал. Ну, либо специально, да. Ну, специально тут уж, как бы, пусть подает. Хорошо. Смотри, вот в иностранных соках есть такая достаточно популярная практика, когда аналитика, например, или один представляют на пару недель к Эль-3 или к Средхантерам или к тем, кто занимается реагированием на инциденты, отправляют для того, чтобы он вот нахватался из разных совершенно областей, расширил свой кругозор и мог, наверное, выстраивать свой карьерный путь внутри СОКа, понимая, что там Эль-1 это не вершина мира, а он может там через год пойти на Эль-2, а может быть и в Средхантер, а может быть заняться, там, не знаю, выстраиванием программы обучения для тех же самых своих коллег, аналитиков СОКа, вот в российских СОКах есть практика, когда прикомандировывают, там, не просто менторинг, а прикомандировывают сотрудника куда-то еще, чтобы он поднахватался, или все настолько заняты своей основной работой, что вот взять и вырвать из процесса и послать на повышение квалификации шансов нет. Смотри, ты, с одной стороны, конечно, прав, да, загрузка у людей в условиях, опять повторюсь, кадрового голода на рынке очень большая, и вот взять, снять с линии, там, что Эль-1, что Эль-2 специалиста, дать ему возможность не выполнять свои задачи, это значит, его задачи упадут на его коллег. Должна быть какая-то веская причина, почему мы выделили именно этого человека, да, и дали ему возможность не выполнять свои непосредственные профессиональные обязанности, а там пойти и вот, ну, условно, в роль такого наблюдателя участвовать в деятельности других подразделений. Никто не снимает, конечно, там, правильность формирования индивидуальных треков развития, но на практике обычно немножечко по-другому всё-таки эту задачу решают. Мы делаем семинары для сотрудников первой линии и второй линии, где эксперты центра, соответственно, рассказывают о том, какие там кейсы они разбирают, да, как строится работа, как прийти, какие навыки, там, знания и откуда их взять. Дальше обычно остаётся некоторое количество ребят, которые действительно заинтересованы, они хотят, вот из них собирается такой, как это, внеклассный кружок, да, но основное, наверное, всё-таки основная их задача, та, которая у них есть на данный момент, это работа там на первой линии или там на второй линии, а всё остальное это факультатив. И тот, кто выдержит этот факультатив, ну, в общем-то, он и показывает, что у него действительно есть стремление двинуться в новую профессиональную сферу. Им дают задачи, им дают какие-то кейсы реальные или кейсы условно-игровые, да, они их разбирают, они отчитывают со своим старшим. Дальше, как только появляются какие-то ставки новые или освобождающиеся, у них есть возможность перейти. А вот если продолжить тему с этими семинарами, насколько вообще важно для аналитика вот это обучение где-то вовне? Потому что раньше там в моё время была популярная тема, ты пошёл на обучение, у тебя забрали при выходе сертификат, положили в сейф, сказали, всё, пока не отработаешь, не уйдёшь. Сейчас есть возможности, по идее, обучаться где-то вовне, хотя там образование, это отдельная тема. Насколько это важно? Или, опять же, достаточно проведения таких неформальных семинаров, где идёт передача опыта на примере реальных кейсов, и это закрывает вообще проблему образования аналитиков, потому что всё-таки в России, наверное, нет таких курсов полноценных для аналитиков соков. Слушай, Вася, в России вообще проблема с образованием для аналитиков. Не только сока. Прямо реально. Это, мне кажется, в каждой профессиональной сфере, где есть, так или иначе, задачи по анализу везде один одинаковый прям просто рефреном звучит, что очень плохое обучение аналитиков, ну, к сожалению. Вот. Я думаю, что, знаешь, тут сильно зависит вот идти учиться во мне, не идти учиться во мне, сильно зависит от того, куда идти, естественно, и зачем это надо. Тот вот вариант, который ты приводил, сходи, поучись, отдай сертификат и положи, но он же при этом не лишал тебя знаний, которые ты получал. Если там было, что получать. Если надо было просто получить сертификат для того, чтобы, ну, я не знаю... 12 часов, да. Ну, да, или там, может быть, я не знаю, какие-то тендерные активности потом можно было этим сертификатом подтвердить, да. Но это одна история, да. Если ты действительно где-то учился тому, что в дальнейшем использовал в вседневной своей рабочей деятельности, ну, слава богу, если... Мне кажется, это сильно зависит всё-таки от того, чему учиться. Почему я говорю про внутренние семинары? Ну, потому что это вот прямо как-то... Очевидно. Самая соль, да. Тебе выдадут всё то, что тебе ни на каком внешнем семинаре не выдадут, там, из-за индеев или ещё каких-то моментов. Да, здесь тебе рассказывают всё, вы в одной лодке. Поэтому, конечно, тут, ну, так скажем, наверное, наиболее понятны и... Это популярная практика? Вот такие семинары. Да, да. И сейчас, слава богу, ввиду того, что мы... Ну, как бы, с одной стороны, конечно, ковид плохая история, да, с другой стороны, потому что мы сейчас все массово ушли в онлайн, появилась прекрасная возможность, куча инструментов, да, и записывать, и отдавать, невзирая на разницу часовых поясов, и привлекать кого-то из, может быть, внешних специалистов, да, кто готов выступить как независимый эксперт на какой-то, на каком-то таком обучении. Прям просто огромное количество разных вариантов, вплоть до, там, иностранных каких-то экспертов. Но это в рамках, там, рабочего дня, или всё-таки за его пределами делается? По-разному бывает, в зависимости от объёма того, о чём будет речь на обучении. Вот где-то это в рамках рабочего дня, где-то это какие-то выездные даже мероприятия, семинары там отдельные, специальные, где-то это на свободное обучение самого человека, вот тебе записано, бери, и там, когда тебе удобно, тогда и изучай. Ну, тут, опять же, широта механизма теперь огромная. Ну, вот если вернуться к образованию, и не только аналитиков, вообще, там, и специалисты по расследованию, по реагированию, и так далее. В России же с этим, в общем, достаточно большая беда, не только на уровне, там, федеральных, государственных образовательных стандартов, но и в учебных центрах, в общем-то, при большой востребованности таких курсов, их нет. И там многие, ну, не многие, но часть соков, я знаю, отправляет людей, там, на обучение в САНС, либо в Европу, либо в Америку, ну, до ковидные времена. Кто-то на онлайн, то даже отправляет. Вот почему у нас, хотя казалось бы, очевидной востребованности рынком такого обучения, его до сих пор нет? По счастью, у нас есть. А, отлично. Так. Но есть, конечно, нюансы. Понятно, что это не масштабируемая история, да, понятно, что для того, чтобы пришли учиться, надо понимать, на кого ты придёшь учиться. Кто будет тот человек, который будет тебе читать. Хорошо, когда это понятный, признанный эксперт. Поэтому, наверное, те компании, где есть глубокая экспертиза в данных тематиках, они могут себе позволить создавать такие обучающие курсы. Это один момент. Второй момент. можешь назвать тогда примеры вот такого рода обучающих курсов, которые вот можно извне прийти и обучиться на какую-то роль там в рамках СОКа? Ну, у Позитива сейчас есть несколько курсов, которые мы предлагаем для наших заказчиков под запрос. Мы их анонсируем, да, это, собственно, и обучение в мониторинг аналитиков, и, соответственно, это и стритхантинг, есть обучение по безопасной разработке. Ну, это, да, это отдельно. Но это под заказ, то есть человек с улицы, там, студент или выпускник, который имеет ресурсы, не может прийти. Сейчас у нас идет как раз проект по созданию таких курсов для физического лица. Ну, в данном случае я пока не готова обозначить четко... До сроки тогда, да. Да, ну, со сроками как раз, я надеюсь, мы там с начала следующего года как-то уже эту историю выпустим. Другое дело, что ну, вопрос вот опять цены на подобного рода курсы, она будет такая, я думаю, не самая маленькая, то есть это не 30 тысяч рублей, и вряд ли это будет доступно, например, студенту. Потому что это все-таки эксклюзив, и в данном случае там цена является тоже некоторой отсечкой. То есть дает возможность ну, с одной стороны показать, что ты действительно мотивирован, да, и тебе это интересно, нужно, важно, и ты готов в это вложиться, и будешь действительно учить. Вот. С другой стороны, это дает нам возможность убрать людей, чьи интересы могут быть не совсем чистыми, что ли. Планируется ли такого рода вещи распространять на вузы? То есть у многих же компаний есть программы, там, вот вам наше оборудование, а вот еще и train the train, и мы научим ваших преподавателей учить продуктам, а вот здесь сделать то же самое. Или преподаватель, который, собственно, сам руками ничего не проследовал, не пообнаруживал, ему бессмысленно это давать, и вот история для вузов, она не работающая. Сейчас в вузы, слава богу, стали приходить практики. Люди совмещают работу в вузе, совмещают работу где-либо еще в компании, где они реализуют именно задачи, как офицеры информационной безопасности, или в рамках интегратора работают, еще как-то. Поэтому, в общем, говорить о том, что в массово в вузах у нас опять история ужасная с точки зрения наших преподавательских кадров, я бы не стала. Да, большинство компаний отдают образовательные лицензии, и, собственно говоря, этим ограничиваются. На мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что продукты у нас очень непростые, и, конечно, нужна поддержка преподавателям, даже если они имеют профессиональный опыт работы в качестве инженера информационной безопасности, обучить их использованию продукта, это прямо просто обязательная история для производителя. Если говорить о вот таких вот программах расширенных, ну, например, программах подготовки инженеров или там аналитиков мониторинг, в вузы их отдавать, я, честно говоря, не вижу особого сейчас смысла, да, потому что, ну, это все-таки достаточно узкая заточка, и от того, что вуз будет выпускать, не знаю, 30 человек в год, людей, которые прошли программу и стали готовы выйти работать в первую линию, ну, якобы, а при этом им негде присесть, потому что нет у них в городе там, сока, да, который бы нуждался в таких специалистах, ну, в общем, смысла нет. Я считаю, что это просто понятно, когда в городе там находится какое-то подразделение на МССП, да, они нуждаются в постоянном притоке к ад, но они сами организуют подобную программу совместно с вузом, сделают ее точечно под свои задачи, вот, а если говорить о вузовских все-таки задачах, то вуз дает академическое образование, и в рамках информационной безопасности у нас тоже достаточное количество предметов, которые, ну, можно сказать, как академические ВБ, вот, вот, очень бы хотелось, чтобы вуз вот эту задачу выполнял достойно, чтобы люди, которые выходили после, получив диплом, да, имели бы прекрасные мозги, умение учиться, понимали бы технологии, там, информационной безопасности, и умели бы быстро подбирать то, что им необходимо для того, чтобы становиться специалистами. Ну, вот, смотри, если вернуться к образованию, позитив же не является учебным центром. Нет. Соответственно, даже если он готовит курс какой-то обучения, который затем транслирует в сторону заказчика, это все-таки, ну, с высокой степенью, наверное, предположения, ориентация на свои решения. Ну, по крайней мере, демонстрация многих вещей, она делается на своих решениях. Ну, это естественно, да. Да, соответственно, наверное, во многих случаях, там, тот же самый какой-нибудь аналитик хотел бы получить вендор независимое образование, я поэтому не зря спросил про учебные центры. У нас их, хоть и не так уж и много, но там есть инфраузащита, есть АИС, там есть МОСКОМ, еще кто-то, которые, наверное, могли бы что-то сделать аналогичное, но при этом, опять же, не делаются. Вот в чем причина, почему центры не зарабатывают на этой теме? На твой взгляд? Ну, собственно говоря, возвращаясь к той программе, про которую я уже говорила, да, мы как раз предложили одному из учебных центров выступить вот в качестве провайдера, это, собственно, обучение форензеров, и наш посыл был к ним такой, они могут не ограничиваться нашим решением, да, и, собственно говоря, они, скорее всего, так и сделают, потому что они тоже должны, как учебный центр, показать всю линейку потом от опенсорса и до вендорских решений, вот. Единственное, что они делают, как-то они пользуются нашей экспертизой, мы верифицируем программу, и они будут пользоваться одним из наших продуктов для того, чтобы, соответственно, показывать уже практику. Все. Любой, мне кажется, из вендоров может примерно в таком же формате выступить в качестве поддержки для учебного центра. Почему учебные центры сами не идут в эту историю? Мне кажется, тут многие просто идут пока по сложившейся практике. Вот есть постоянный запрос, там, не знаю, в том же информзащите на ту же переквалификацию или там... Ну да, учебный центр нацелен в первую очередь на зарабатывание денег. Если есть запрос, они этот запрос реализуют. Запрос этот неиссякаем. В данном случае для них это выгоднее, чем отвлечь своего преподавателя на освоение каких-то новых продуктов или новых технологий. Более того, чаще всего преподавателя в этом не возникнет практического опыта, потому что он там занятый, он преподает, а не работает где-то еще. И, в общем, собрать программу новую он просто не сможет физически. Поэтому и не идут. Ну и опять же, давай посмотрим, сколько стоят программы в учебных центрах. Ну, информзащита, по-моему, если память не изменяет, вот наша, например, программа позитивная, продает что-то, по-моему, тысяч за 50. Но это не один же день. Нет, не один. Но это и не какая-то такая сумма неподъемная для современного специалиста в области информационной безопасности. Если создавать что-то уникальное, не просто обучение продукту, а употребление этого продукта, понятно, что цена будет другая. Готовы ли наши заказчики, например, смогут ли они обосновать бюджет на обучение в том же НИП информзащиты своих сотрудников, но там цена обучения будет не 50 тысяч рублей, там 350, 500 тысяч. Ну, на САНС же они отправляют по 6 тысяч долларов. Как известно, у нас уважение к иностранному всего существенно выше. Ну, по крайней мере, они бюджеты обосновывают. 6 тысяч долларов – это 400 тысяч. Ну, насколько я понимаю, сейчас это прямо болезненная тема для многих. Поэтому есть такой момент. Это как еще объяснить внутри, тем более, когда ты eBay, ты не профильное, не знаю, не бизнес-генерирующее подразделение для компании, что тебе нужны именно такие деньги на обучение твоих сотрудников. Прямо отдельный скилл должен быть руководителем. Есть лайфхаки? Что надо сказать одному руководителю другому, чтобы дали столько денег? Мне кажется, тут многое спорно. Заходов может быть много и с разных сторон. Наверное, сейчас, конечно, ввиду цифровизации, мне кажется, даже большие бизнес-руководители стали глубже погружаться в вопросы, связанные с информационной безопасностью, потому что все понимают, что задачи стоят не только перед каждой отдельной компанией, но перед всей страной. в изменении подходов, цифровизации, выходе на совершенно новые решения, на скорость этих решений, на безопасность этих решений. Поэтому, если говорить о таких задачах, то, наверное, и большие наши бизнес-руководители уже стали это осознавать. но насколько глубоко они понимают специфику, я думаю, что все-таки это не их профиль, поэтому надо, чтобы ЦИСа умел вести диалог и объяснять, в чем, собственно говоря, состоит суть деятельности его парней, почему они, вроде бы, их там мало, но они отвечают за такой огромный кусок безопасности, не знаю, реализации стратегии компании во многом зависит от них и ну, как бы, что да, действительно, их надо учить, не потому, что я их хочу там этим удержать, а потому, что это им для того, чтобы они шли в ногу со временем важно. Понятно. Ну и, наверное, так ближе к концу еще одна проблема, с которой сталкиваются аналитики, это там некая психологическая слепота, когда через 40 минут мониторинга он начинает уже не видеть того, что происходит, при этом смотрит в экран. Вот как бороться вот с этой слепотой, как выстроить некий график работы, особенно с учетом того, что это даже в дневное время, там 40 минут это максимум, а в ночное время так вообще, может быть, и меньше. Какие здесь есть там лайфхаки, нюансы выстраивания работы аналитиков СОК, которые в круглосуточном режиме, там и без выходных, и без праздников начинают как бы лопатить и, понятное дело, что начинают пропускать. Понятное дело, что два человека в смене, это, наверное, очевидный вариант, может быть, есть что-то еще. Ну, опять же, возвращаемся к вопросу автоматизации, с одной стороны, ну, там процентов, не знаю, 30-40, каких-то обработки инцидентов можно все-таки автоматизировать, да, это снимет загрузку с людей. психологическая слепота это не только возникающая от усталости эффект, да, иногда он возникает из-за того, что у человека не хватает опыта увидеть что-то экстраординарное, просто не обратить на это внимания. Тут все-таки помогает скорее там дабл-чек с одной стороны, и там есть компании, которые могут себе позволить давать на обработку логи одинаковые там разным группам, да, чтобы потом, ну, не знаю, посмотреть, сравнить как-то, да. Вот. Второй момент, это, опять же, возвращаясь к вот практике таких внутренних семинаров, когда старшие товарищи рассказывают о каких-то там специфических кейсах, показывают, где и как, на что имел смысл обратить внимание. Иногда это в виде профессиональных игр проходит, иногда это действительно какие-то семинары, ну, это дает возможность людям просто понять, что на там картинку в мониторе надо смотреть чуть шире, чем я привык. Вот. Относительно графика, дело, конечно, такое, наверное, не самое простое, потому что мы все понимаем, что работа службы информационной безопасности, она нестабильна в своей нагрузке и в важности тех событий, которые ребята разбирают. И если, например, идет какая-то, не знаю, атака там или еще что-то, да, у парней нет возможности там через, не знаю, 45 минут стать, сказать, я пошел отдохнуть, вот, а то у меня слепота. Ну, вот, поэтому они как бы будут сидеть и смотреть в экран, пока, да, действительно не посинеют. Но в норме все-таки правильно выстроенный график работы, мне кажется, опять же, если правильным образом объяснять, ну, у нас кто на первую линию приходит? Молодые ребята, да, у которых, понятно, помимо работы есть еще куча своих интересов жизни. Поэтому, если правильно объяснять, что там, ты, выходя в ночную смену, должен быть там выспавшимся, вот, и не надо перед этим, как бы тебе не хотелось там бухать, например, да, простите, всю ночь, да, потому что тебе там утром выходить, и ты должен быть в состоянии следить за потоком. Но вот, мне кажется, что это такая как-то, не знаю, регулярная гигиеническая работа с кадровым составом. Объяснение важности того, что они делают. А сколько обычно смены в соках для Ц8, 10, 12 часов? Сильно зависит. Ну, вот, как правильно тогда? Ну, обычно они же все-таки не распределяются какими-то такими равными нарезками, да, Ну, для L1, например. Даже для L1. Понятно, что дневное время, если сок мониторит свой часовой поезд, то дневное время, ну, там, наибольшая идет нагрузка, но при этом она может быть, условно говоря, по степени важности достаточно, там, ну, там, спокойная, ровная, да, просто большой поток событий, и все. Вот. Ночью он может быть меньше, но он может быть с большим каким-то хакерским, там, не знаю, уклоном. Если мы говорим о праздниках, это один уровень нагрузки, да, ну, то есть, меняется. Мы делали в основном чуть шире ночную смену, пока это был один часовой поезд, вот, и там подольше дневные. Днем все-таки человек как-то поактивнее. То есть, ночную уже тогда? Нет, ночную шире, в смысле, и ту самую, дневную покороче, вот, и в дневной сажали больше людей, потому что больше поток, чтобы что-то внезапно не пропустить. Вот. Потом ввели смены, которые были распределены в других часовых поясах, стало существенно проще. Скорее, возникла задача грамотной передачи, закрытия смены, приемки, другой, ну, часовой, разница часовых поясов, да, вот, если идет расследование, то как передать грамотно. Ну, вот, сойдется. Ну, то есть, такого рецепта, что вот только 8 или 10, или 12? это сильно, сильно зависит от задачи, которые делают, от времени, суток, от, собственно говоря, там, не знаю, праздничные, не праздничные, таких. Окей, спасибо. И, наверное, последний, как бы, но уже даже не вопрос, а твое напутствие, как для руководителей соков, так и для аналитиков соков, вот, что им, не знаю, делать, чтобы продолжался у них этот интерес к работе, чтобы, если это начальник, чтобы люди не разбегали, чтобы это, если это подчиненный, наоборот, чтобы он был заинтересован в росте, а не просто тупо смотреть в монитор, потому что зарплату платит. Сложно мне давать наставление или напутствие руководителям, и вообще, собственно, не будучи все-таки специалистом информационной безопасности. Ты работаешь с людьми, поэтому... Да, но я единственное могу сказать о том, что я уже сегодня говорила, люди ради людей, и для людей, и, наверное, там, высокий ли ты руководитель, или ты, скорее, там, только начинающий, да, у каждого из нас есть возможность повлиять на достижение общей цели, и к общей цели мы можем прийти только поддерживая друг друга, только понимая, что от каждого из нас зависит то, как она... как мы придем, насколько быстро и к какому результату. Поэтому просто будьте внимательны друг к другу, а дальше уже как-то все индивидуально сможете, я уверена, решить все задачи. Понятно. Большое спасибо. У нас в гостях была Мария Сегаева. Это был свежевыжатый подкаст, посвященный теме работы с людьми в соках. И до новых встреч. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. Сокфорума 2021. Подробности по хэштегу сокфорум и на сайте сокгофизфорум.ру.